Смотрите, мы несколько раз слышали в заявлениях Никола Пашиняна о каком-то оружии, которое было оплачено в какой-то стране, какой-то компанией в какой-то стране и не было поставлено. И все, в общем-то, говорили о том, что это Россия. Насколько я понимаю, это Иордания оказалась. Что мешало Николу изначально сказать, что это Иордания, а не Россия? Потому что ведь все мы говорили, что это Россия. Хотя там было сказано, а кто вам сказал, что это Россия? Основным оружием поставщиком Армении до 2022 года была Россия. 90 с чем-то процентов шли из России оружие и поставки. И естественно, когда Николу Пашиняна заявляет об этом и говорит об этом в слухе и о том, что там достаточно большие контракты и так далее, речь идет не о какой-то иорданской компании в первую очередь. Речь идет, наверное, скорее всего, о России. Поэтому, то есть, да, там могут быть другие поставщики, другие небольшие поставки из других стран. Но до 2022 года основные оружия и поставки шли из России. Поэтому люди начали думать о том, что вот это именно Россия. И, скорее всего, он или власти, наверное, имели в виду Россию. И после его этого заявления газета Айка Канжаманат, которая принадлежит семья Николу Пашиняна, написала статью, там была опубликована статья со ссылкой на анонимный источник или на достоверный источник, как сейчас говорится, о том, что вот, так скажем, то есть Россия не выполняет свои обязательства по поставкам. Продолжение следует...